Оказывается, число долларовых миллиардеров в России за год увеличилось со 110 до 125 человек. Ну, аж как бы в кризис вообще, ну, все логично. Это самый высокий показатель за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Мир, друзья, не России, планеты Земля. Представляете, какие эпохальные вещи сегодня происходят в России? Есть люди, которые не очень разбираются в политике, которые не задумываются, они заняты, или им просто наплевать, инфантильно ли они на это смотрят, или просто отсутствие сознательности. Они смотрят на этот процесс и говорят, слушай, да у нас не так все плохо в стране. Посмотри, сколько красивых машин ездит. Посмотри, какие, там, я не знаю, замки строят себе отдельные граждане. У нас страна-то богатеет. Показатель миллиардеров из списка Форбс, показатель сверхбогатых людей, это нифига не рост благосостояния страны. Это, напротив, показатель большой проблемы. Рост долларовых миллионеров, миллиардеров, рост олигархов, это показатель социального расслоения. Это проблема, когда еще меньшее количество людей владеет еще большим процентом общественных благ, собственности, доходов граждан. Это показатель того, что система, власть, чиновники, те, кто, по идее, должны ограничивать рост этих сказочных богатств, они не справляются с своими обязанностями. С точки зрения, ну, к примеру, теории, которую выдвигал в раннем капитализме Адам Смит, когда есть вот государство, которое вот это уравновешивает, которое вот вмешивается, вносит свои, значит, коррективы, и вот эта социальная справедливость поддерживается. На самом деле, при развитии капитализма до империализма это все умирает. Почему? Потому что вот эти сверхбогатые граждане имеют настолько большой вес, настолько широкий инструментарий и полномочий, в их руках сосредоточены настолько колоссальные ресурсы, что они используют эти ресурсы для того, чтобы стать еще богаче. И речь здесь не о красивых бизнес-схемах, каких-то взглядах в будущее, каких-то созидательных, революционных идеях, речь просто тупо лоббирование своих интересов, подкупа чиновников или попытки поставить своих на ключевые места. Это, ну, мы же с вами понимаем прекрасно, как, например, устроена Государственная Дума, где есть, например, депутаты от нефтяников, есть те, кто выражает интересы газовиков, есть банковский сектор, есть депутаты от силовиков, есть те, кто от спецслужб или там отдельно от Министерства внутренних дел. То есть система выстроена таким образом, да, где депутат направляется туда для того, чтобы внести нужный закон, да, например, пролоббировать какие-то льготы, взяли и освободили от налогов или какие-то моратории на проверки, взяли и сказали, слушайте, оказывается, нужно дополнительно субсидировать, нужно помощь из бюджета оказать вот этому направлению экономики, этому бизнесу. И вуаля, пожалуйста, бюджетные средства, которые должны к гражданам идти, а они напротив идут тем, кто вроде как сам должен раскошелиться, их еще и деньгами засыпают. Поэтому это очень печальная история, и это не только российская проблема, это происходит во всем мире, но в России это гипертрофировано, да, это еще более обострено. Почему? Потому что страны третьего мира это страны, которые сопровождаются большим беспределом и волюнтаризмом, да, здесь демократические основы, они имеют гораздо более шаткое положение, и власть опирается на свой ресурс, да, на силовые ведомства, на карательные и запретительные меры в законах, и это большая проблема. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что вот у нас растет количество долларовых миллиардеров, это количество растет за счет обнищания остальной части общества. Если мы с вами посмотрим, к примеру, на банковский сектор, количество кредитов растет, и ровно по этой же проблеме закредитованности населения растет прибыль банкиров. Растет, значит, состояние тех, кто из этого извлекает деньги. То есть люди обеднели, люди еще более, их еще больше обобрали, еще больше ограбили, и вот наряду с этим, значит, есть те, кто на этом нажился. Поэтому имейте в виду, чем больше эта проблема будет усугубляться, тем беднее будет российское общество. А чем ниже будут доходы и благосостояние российских граждан, тем сильнее Россия будет вымирать, тем меньше людей у нас останется. А как такую страну удержать, когда население сокращается? Как мы Сибирь или Дальний Восток, как мы от Калининграда до Владивостока, вот эти большие территории, сможем не то что развивать, сохранить. Когда плотность населения снижается, когда, как наверху говорят, нагрузка на грунт снижается. Понятно, что для системы это выгодно. Меньше вопросов будут задавать, куда идут наши нефтяные доходы, где нефтедоллары, что происходит с прибылью от добычи золота или там руды, или каких-то там угля, например, чего-то еще. Куда идут наши налоги? Меньше людей, которых будут возмущаться, а что такие пенсии маленькие, а почему пособия такие ничтожные? Чем меньше людей, тем более безопасно будет чувствовать себя элита. Но для нас с вами, для тех, кто задумывается о завтрашнем дне, не только для конкретно меня как гражданина, или вас конкретно как личности, но и для страны в целом, для общества, у этой проблемы есть конкретная причина. И вот эта тема, что у нас впервые в истории, не только истории России, но и в истории мира, такая социальная пропасть, такое чудовищное расслоение, и оно растет, растет даже в кризис. Это для нас с вами показатель того, что мы не просто не справляемся. Мы находимся сегодня на границе, на краю этой пропасти, и если мы с вами не будем более эффективно обращать внимание общества на социальные проблемы, телевизор будет с нами бороться. Телевизор будет говорить, ребят, какие миллиардеры, какое социальное расслоение, давайте про замерзающую Европу. А видели, как Америка без нас загибается? Вот о чем будет говорить телевизор. Но мы с вами должны обращать внимание людей на приоритетные вещи и рассказывать о замысле власти, отвлечь нас от этих вопросов. В противном случае, друзья, нашу страну дальше будут грабить. На завтра на эту тему выйдет очень годный материал. Очень надеюсь, что вы поможете его распространить на цифрах, в конкретные примеры.